МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Новая жизнь заброшенных домов. В Дагестане оставленные дольщиками дома достроят власти. Вера и знания. Муфтия Дагестана открыл в Махачкале очередное медресе для слабослышащих и глухих людей. Аллея героев стала краше. В Сергакалинском районе накануне открыли сразу несколько объектов по программе «Комфортная среда». В Дагестане заброшенные дольщиками дома достроят власти. Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в республике создан фонд защиты прав дольщиков. Глава Дагестана обратился в правительство страны, чтобы в особом порядке рассмотрели 14 объектов, оформленных на физлица. В ведомстве также сообщили, что в регионе в реестре состоят 20 проблемных объектов по пяти строительным компаниям в республике. Отметим, что Минстрой Дагестана уже получил информацию о том, что этот вопрос будет решен положительно. Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья. Такую идею предложила общественная организация «Союз матерей». Именно эта мера стала самой популярной в исследовании общественной палаты. Данным правом хотели бы воспользоваться 46% респондентов. Еще почти столько же опрошенных направили бы маткапитал на покупку автомобиля. Сейчас материнский капитал можно направить на ипотеку, но, как выяснилось, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. В Госдуме уже заявили о готовности поддержать эту инициативу. Напомним также, что в 2021 году материнский капитал будет проиндексирован. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Вопрос включен в проект генерального соглашения между Кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Уточняется, что почасовой МРОД может быть применен для занятых по краткосрочным трудовым договорам. Подобные нормы и минимальные почасовые зарплаты приняты во многих развитых странах. Эксперты указывают на вопросы, связанные с вычислением минимальной стоимости часа. Если при расчетах отталкиваться от МРОД, она будет различаться в зависимости от региона и месяца. В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в российском правительстве хотят со временем поднять минимальный размер оплаты труда. Это является стратегической задачей для властей. Муфтия Дагестана открыл в Махачкале очередное медресе для слабослышащих и глухих людей. Новый учебный корпус расположен на улице Мирзоева. На открытие побывал и наш корреспондент Хамзанур Магамедов. Ему слово. Я очень рад, что сегодня для нас открыли исламское учебное заведение. Теперь я буду учиться здесь и получать исламские знания. Этому знаменательному событию рады не только будущие студенты, но и все дагестанцы с ограниченными возможностями здоровья. То, что это медресе открыли, это очень полезно, потому что мы отъедем, она выравнять легче будет нам. Я думаю, это медресе будет как в первую очередь солнца утром для нас, для духовного развития исламов в Тагестане. В Тагестане очень много медресе для слышащих людей, а для нас в Кухе это единственная медреса будет. Я думаю, очень радостный день сегодня. Открытие началось с чтения строк священного Корана и восхваления пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. Основная цель муфтиата республики – воспитать здоровое поколение, общество, где будут ценить и почитать общечеловеческие ценности. Неописуемое переживание нашего муфтия, шейха Ахмада Афанди, чтобы не остался без внимания ни один из наших соотечественников, в частности, те, кого Аллах испытывает разными испытаниями Бриннего мира с ограниченными возможностями, дабы они могли тоже изучить науки, не только исламские, но и светские вместе с этим. Это уже второй медресе в Махачкале для слабослышащих и глухих людей, открытая муфтиатом республики. Новый учебный корпус расположен в мечети по улице Абдулла Мирзаева и готов принять 40 человек. Здесь будут проводиться уроки основ религии, будут преподавать самые необходимые знания для каждого мусульманина, также здесь будут предоставляться дополнительные курсы для ребят, для мальчиков, курсы массажа, курсы компьютерные курсы, курсы парикмахера. С условиями, созданными здесь, ознакомились и гости. Комната отдыха, бесплатная столовая, места для омовения, оборудованные классы. Приятно удивила посетителей территория, отведенная для занятия физической культурой и спортом. Я очень удивлен, что здесь хорошие условия. Здесь я издарил спортзал, мы видим хорошие комнаты, силы условия есть. Это очень радует, что ребята на самом деле будут с удовольствием находиться, учиться. И, конечно же, спасибо нашему Муфтию за все те хорошие дела, которые он делает, не оставляет ни один вопрос, ни одну проблему. Успевает везде, и вот мы видим, конечно же, это прекрасный центр, это корпус тоже. Все образовательные услуги в этом мидресе будут предоставляться для учащихся бесплатно. Набор студентов продолжается. Первый в Дагестане детский консультативно-диагностический центр открылся в Махачкале. Запустили его на базе детской республиканской клинической больницы. В помещении, где ранее располагалась поликлиника, проведен ремонт в рамках национального проекта здравоохранения. По данным Минздрава, теперь сократится время обследования детей. Кроме того, в ближайшее время здесь появится по два компьютерных и магнитно-резонансных томографа. В настоящее время готовится помещение и для их установки. Довольный пациент. Следовательно, дальше следующие, не дай бог, соседи, кому такая помощь необходима, не говорят. Да, ДРКБ, там квалифицированный персонал, там условия соответствующие созданы, там аппаратура имеется для диагностики. Это же важно, это важно. Вот видите, вот цепочка такая выстраивается. Поэтому, если имеются проблемы и вопросы, их надо озвучивать. Нам самим говорить, нам самим работать. В любом случае, кроме нас, никто это не делает. В Сергокалинском районе открыли сразу несколько объектов по программе «Комфортная среда». Это продолжение аллеи героев, на которой размещены мемориальные плиты деятелям культуры, здравоохранения, образования и другим заслуженным людям района. Также состоялось открытие нескольких скверов и трех заасфальтированных улиц. Эти объекты стали подарком для жителей района ко Дню Единства народов Дагестана. Кульминацией мероприятия стало торжественное разрезание красных ленточек. И о спорте. В пригороде Махачкалы прошел конно-спортивный фестиваль. Скачки приурочили ко Дню Единства народов Дагестана. На новый ипподром съехались 80 участников из разных уголков республики и соседних регионов. Они боролись за звание самого быстрого в пяти заездах. Помимо этого, организаторы приготовили еще несколько ярких сюрпризов. Подробнее в сюжете Курмана Рагимова. Первыми на скаковую дорожку вышли двухлетние лошади. Впереди дистанция в полторы тысячи метров. Старт выдался кучным, однако уже в середине вперед вырвался жеребец по кличке Фантазер. Жакей Джамбулат Дакаев уверенно лидирует. И только в конце его едва не догнал ближайший преследователь. Джамбулат выигрывает эту гонку. Братство, единение и дружба. В этот день зрители и участники фестиваля погрузились в атмосферу настоящего спортивного праздника. Жители и гости Махачкалы могли насладиться не только захватывающими скачками, но и обширной культурной программой. «Опять прощения ищу, опять к себе взываю». Заезды скакунов сменялись не менее зрелищными состязаниями среди болельщиков. Так, 60 участников выявляли лучшего в беге на полтора километра. Кроме того, зрителей ждал мастер-класс от команды профессиональных лучников и яркое выступление канатаходцев. Хорошее настроение. Используя проведенное время, люди пришли на фестиваль целыми семьями. Даже не знаю, кого больше отметит. И канатаходцев, и скачки, и стрельба из луков. Буквально все понравилось. Детям понравилось. Вот тоже думал, с детьми приду, посмотрю, покажу им, чтобы они с детства увидели все это. То есть такой семейный день сегодня? Семейный день, конечно. Такой праздник. Это общий праздник. Всеобщий. Идея собрать дагестанцев на одной площадке с самого начала была обречена на успех. По словам организаторов, задача подарить людям праздник выполнена на все 100%. Сегодня праздник – это праздник Дагестана. Праздник, который, вот видите, от малого до великого сегодня в спортивном клубе, в конно-спортивном клубе «Ватан». И нас сегодня объединены именно любители, не только любители, лошади, патриоты своей родины. Алхамдуллах, все как по программе, все пошло красиво, весь происшествий, как и было задумано. Вот именно объединение, в первую очередь, именно любители лошади. Теперь, сегодня мы видим очень много маленьких детей, маленьких детей, которые уже познали, что такое лошадь. Познали, что такое езда, познали, что такое семья. Сказать, в большом, большом круге. Скачки на новом ипподроме, что в пригороде Махачкалы за Северным постом, проходят уже в третий раз. Конно-спортивный комплекс «Ватан», можно сказать, спас этот скаковой сезон, находившийся на грани срыва. Он пока еще полностью не достроен, но уже принимает спортивные состязания регионального и даже всероссийского масштаба. В этот раз, помимо коневодческих хозяйств из разных уголков республики, оспорить звание самого быстрого скакуна приехали гости из Чечни, Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Так, можно сказать, вот скачка, это непредсказуемая вещь все равно, но в каждой скачке все равно есть фаворит. Это уже не скроешь ни от кого. В любой скачке есть свой фаворит, который уже где-то, как-то уже выигрывал, занимал места или там. Оправдывают они сегодня свой статус? Конечно, конечно. Фаворит, он никогда не будет последним, как говорится. Он или выиграет, или как бы умрет. Есть такая, ну, как бы поговорка среди конников. Кульминация скачек стал забег на 3500 метров. Эту дистанцию специалисты считают самой непредсказуемой. С первых секунд борьба здесь развернулась нешуточной. К середине выявилась группа лидеров. Возглавил ее жеребец по кличке Эльвир. Уверенно набрав ход, скакун в этой гонке удивил всех оппонентов, попытки которых догнать беглеца так и не увенчались успехом. Эльвир был в буквальном смысле темной лошадкой этих скачек, ведь участвовал в состязаниях после годичного простоя. Эта победа принесла его владельцам не только радость, но и 50 тысяч рублей. Его не считали фаворитом, так как многие уже, наверное, его и не помнят, и не знали, что он будет участвовать. Конечно, более взрослые конники, они все его знают, которые участвуют. Он так очень любит налегать. Жакееву была поставлена задача, если сможет удержать коня, чтобы посидел чуть-чуть. Если вдруг не получится его держать, он любит налегать, чтобы поехал на передах, чуть на ход поставил, и аккуратно придерживая, так и получилось. Конно-спортивный фестиваль, прошедший в День единства народов Дагестана, стал еще одним символом единения дагестанцев, независимо от их национальной принадлежности. Курбан Рагимов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Трое дагестанских бойцов проведут поединки на очередном турнире Лиги Брейв в Бахрейне. 41-й вечер боев крупного азиатского промоушена пройдет завтра в столице королевства в городе Манама. Махачкалинский филиал клуба KHK представит чемпионы Европы по смешанным единоборствам Магомеда Дрисов и Абдулманаб Магомедов. Для обоих поединки станут дебютными в профессионалах. Кроме того, главным событием вечера станет бой с участием Икрама Алискерова. Чемпион мира по боевому самбо встретится с отечественником Денисом Тюлюлиным. Этот поединок станет для него уже 11-м в карьере. В случае победы Махачкалинец будет главным претендентом на титул в среднем весе. Подготовку к своим выступлениям все спортсмены прошли в Махачкале в стенах своего клуба, а также в школе имени Абдулманаба Нурмагомедова. Отметим, что турнир несколько раз переносился в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин